А в России за минувшие сутки выявлено рекордное число новых случаев заболеваний коронавирусом 1154, почти 700 из них в Москве, общее количество. Заразившихся в России сейчас приближается к 7500 человек. Не считая Москвы и Петербурга, больше всего заболевших в Подмосковье, Брянской и Калининградской области. Как я считаю, самое замечательное время поехать покататься. Реально, сейчас выдвигаемся на ленту, точнее не на ленту, самое главное, а за ленту. Кого-нибудь сейчас соберём, тупо погостить, да и с Богом. Ладно, пошло всё нахрен, я на ленту. Ой, я уже отсюда чувствую, что там присутствует ветер, опять будет лажа со звуком, но тем не менее, всё практически сухое. К слову, вон там тропинки вообще не было. Теперь самое важное, стоит ли мне одевать цепь, я вот не знаю. Привык без цепи кататься, без цепи уже нравится. Сейчас беру с собой баллонник, когда приеду за ленту, быстренько сделаю цепь. Ля какая. Ну просто потому, что уже реально замучился ездить без цепи. Это слишком тяжело. Вот фиг его знает, вроде ветер есть, но он не такой сильный, как в прошлый раз. Как я понимаю, меня уже на ленте ждут, я как обычно опаздываю. Пока соберёшься, это полный пиздец. Блядь, я обожаю. Я, сука, это обожаю, нахуй. Всё равно, конечно же, погода оставляет желать лучшего. Как бы это обидно не звучало, но сейчас погода играет самую маленькую роль в том, чтобы поехать покататься, либо остаться же дома. По идее, по-хорошему, надо оставаться дома. Но дома не сидится, геморрой надо разминать. Поэтому мы выдвигаемся за ленту. О, Дмитрий, что-то фури копается. Ля какой. Да, возможно, я ошибся, возможно, не за этой лентой. Ну, сейчас, короче, проверим. И просто тишина, нету никого. У меня тут закралась мысль, то, что я приехал не на ту ленту, так как у нас лент много. И, возможно, Гоша, человек, с которым мы договорились поехать кататься, приехал не на ту ленту, но которую надо. Но фиг его знает, сейчас подождём, может ещё и приедет, фиг его пойми. Так, интернет в телефоне у меня кончился. К сожалению, связи у меня с ним тоже нету. И сейчас для разминочки долбанём пару раз бар. Ну, как пару, раз пять, наверное. Потому что если бар сегодня не идёт, то не идут и, соответственно, другие трюки. Дай бог здоровья. Ой, ляг мой грязный. Только сюда стоило доехать уже всё, уже царство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я совсем забыл о цепи. Сейчас будем устанавливать. Вроде 10 минут прошло, как из дома выехал, а уже всё из головы вылетело. В прошлом видео я говорил, что она, моё можно расклепать и заклепать руками. И при этом она вполне себе функционирует. Сейчас мы это как раз-таки и либо опровергнем, либо же подтвердим данный факт. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, заклепаться она заклепалась. А то, как она себя покажет, пока я буду на ней кататься. Вот сейчас мы это как раз-таки и проверим. Сейчас вот только надо поправить колесо, а то у неё не стоячка. Вон она какая. Конечно, не совсем идеально всё сделал, но более точные настройки буду проводить дома. Так, господа, ну ладно, самое время сейчас взять да опробовать. Посмотрим, взорвётся цепь или нет. Она ведь после растворителя, и вдруг он там насурудил. Так, ну-ка, сейчас, кстати, заодно и посмотрим, где это заклёпанное звено. Я пока что не наблюдаю. Потому что я, наверное, и не найду уже. А, вот оно, вот. Так, ну что, пожалуй, начнём с лайтов. У нас здесь есть островок такой очень классный. Вот на нём будем делать трюки. Ну, в основном. Было буквально пару трюков. И после этих парок трюков я понял. Первое. У меня выработалась привычка толкаться ногой. И даже с цепью я начинаю толкаться ногой. Это неделя без цепи, если что. Итог. Я не могу толком сделать фанетти на островок и халф-кап с него. Мне, по большей части, халф-кап. Потому что я привык, что в одну и ту же позе отпрыгиваю. И педали назад крутить не надо. Но сейчас абсолютно другая ситуация. То, что крутить педали назад надо в первом порядке. Но вот что-то как-то не получается. В общем, то, что я понял, это, во-первых, не один день придётся привыкать. А второе, то, что велосипед стал гораздо тяжелее. Ну, кто-то скажет, подумаешь, цепь какая-то. Ну, вот, дальше и говори, пока не попробуешь. Я думаю, что примерно она весит где-то грамм 700. Да, вот так, плюс-минус. Но ощущается пиздец, как. Я не могу ману на бар. То, что делал стабильно, без цепи. И вот так отъедешь на чуть-чуть. Блин, когда-нибудь падал машину поставить. Ну. Ля какие. Давай ещё. Ля. И остался хрях. Ну всё, вы последний остались, Саша. Чего нового научились нынче? В наше время новому редко, когда учится. Блядь, бабёна какая. Оу. Так, мы ведём прямой репортаж с места происшествия. В данной ситуации человек хочет в конце сделать трёху. Получается только вон эти. Что делать? Когда я начал снимать, вообще перестало что-то получаться. Даже Чикина не умеет человек. Человек пытается делать фулл кап. Ну давайте, бог с вами. Блядь, это было почти. Попытка, к сожалению, безуспешна. В дальнейшем, я надеюсь, это исправится. И станет более, так сказать, актуальный трюк среди наших райдеров города Барнаула. Так, всё, ебошит. Дай бог здоровья. Я надеюсь, что этот трюк будет выполнен рано или поздно. Поскольку память, а главное, что батарея в моей камере ограничена. Здесь же махает, приветствует вас, уважаемые райдеры, смотрящие данное видео. Происходит пиздец. Я считаю, что царство в данной ситуации... А вы не хотите без камеры попробовать сначала? Я уже сделал, без камеры. А, без камеры он уже сделал. На камеру всегда не получается. У всех нормальных райдеров на камеру никогда не получается. Не, ну это пизда, блядь. Изначально было видно, что это царство. Блядь, ещё и шапку чуть не просрал, дурак, блядь. Да, я уже, я чувствую, как я его уже заебал, блядь. Может заебать вас, а, товарищи? Вот, давай, селфи. Всё, пусть это выпущу. Как ты по-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Курят, блядь. Курят, нахуй. Пока все тусят в одном месте, я поеду чуть-чуть в другое. Вот. Вот она какая. Моя неподкупная, новая. Railright. Раньше делали вот здесь. Но здесь дрифтеры, сопляки, врезались. И всё. И закрыли спот. Но с другой стороны спот остался. Поэтому сейчас будем делать трюки. Railright на что-нибудь ещё там. Придумываем дальше. В наше время все будут скупать. На нас тут с таким неподозрением смотрят. Я присяду. Сидим беспалевно, отдыхаем. Но что-то мне подсказывают, что все эти звонки уже второй человек выходит, трезвонит. Что-то это не к добру. Либо им запретили на ленте такой штукой заниматься. Ну, самой ленте. Либо фиг его знает чего. Ау, здрасте. Либо вместе, пацаны. Покатались, блядь. Это всё-таки, блядь, здесь директор, всё-таки. А вы видите, ругает по клумбам. Всё, вообще, это просто... Ну, это пиздец, блядь. Говорят, съёбывайте отсюда. Гошан чуть тачку директора не переебал, блядь. Тьфу, сука. Именно в тот момент, когда подошёл охранник. Сегодня здесь директор. Сегодня мы по клумбам... Я по клумбам скачать... Тьфу, блядь, скакать начал. Из-за этого, короче, видимо, возбудились. Шишка встала, блядь. Сразу звонить начали, трезвонить, всё. В поисках новых спотов, господа. Опа, блядь, пиздец. Ля. Знакомьтесь, Кирилл, местный авторитет. Мы сегодня, это... Нас отсюда уже прогнали. Вы приехали. Мы нас сегодня отсюда прогнали, поэтому едем в другое место. Небесное. Давайте по красоте все друг за другом. Ну, мастер-класс. Какое? А, давай, а ты? Оба-на, вот это красота. Что случилось? Ой, блядь! Кирич, ты живой? О, хай, герл. Ну вот, всё, качала. А это важно. Это классат. Это легко и просто. Вот такие вот дорожки. Блядь, кто нас вообще ведёт? Какой дурак, а? Подкасты так-то для нас сделали. Ну, к слову. Тысячу лет говоришь, блядь, никто нихуя не понимает. Лёгко-класс. Мусорка проще забава. Ну, что скажете, КСП? Ускользкая пиздец, я отвечаю. Ну, давайте, я так уж и быть вас поснимаю, но... Короче говоря, нашему пожилому командиру корабля не хватило ступеней, поэтому мы едем дальше. Дальше там ступеней ещё больше. Ступеней ещё больше, ещё шикарней. А ты уверен? Вот лично мне уже страшно здесь было бы делать. С 8 делал. А я с 8. Ну, здесь-то страшно. Шоу, с 10, а я с 20. Ой, пугается, пугается. Я говорю, что это слишком страшно. Ну, его нахрен. Я бы не рискнул на такой штуке что-то делать вообще. Подкасты, ладно. Это сейчас золотая осень. Всё, Гошанова, это победа. Всё, и переезжаем на следующий. Блядь. Там, по-моему, царство. 6, а может 7? Выглядит как 8. Ну, а ну, что, блядь, и требовалось доказать? Всё, победа, бак. Он сегодня доволен собой, этот товарищ. Молодец, молодец. Местный герой, местный герой. Так, господа, держу в курсе зарядки. Осталось 45%. Посмотрим, докуда хватит. Мы решили поменять место дислокации и переезжаем на новый какой-то грэп. Я не знаю, где это, что это. Мне попытались объяснить, но я ничего не понял. Поэтому сейчас движемся немного в непонятном мне направлении. В сторону Триала, вроде как. Так, а кому постучать-то, блядь, где? Товарищ, чья машина, блядь, пизда? О, умники, смотри, какие, сука, блядь, пидорасы, а. О, ляга, боже. С дубкой, с дубкой. Пусто, блядь. Чё, дурной, блядь. А, всё, из-за снега не прыгаем, да? Ну-ка, Тайка, сюда. Да ты ебут дал, блядь, Саш. Там дроп нахуй на дорогу. Там не дроп, там ещё спят. Ёпта, ты прям вон там переебёшься, где бутылки валяются. Я там не падал. Надо туда земли понабросать, короче. О-о-о-о-о, не, Гасан. Тут подметать надо. Тонко думаю, всё чистили. Прям весь этот скат чистили, опять устрали. Там, там грязь, блядь. Ну, видимо, не сегодня. Поехали. Да хуй его знает. Поехали, поехали. Давайте. Ой, блядь, ловите меня. Ну чё, чё опять? Чё ты нашёл? Ну и чё? И чё здесь интересного? Кто говоришь? На асфальт отсюда. Кто за 50 рублей? А ты. Вот топоган через неё, вон. Нет? Чё скажете по этому поводу? Нет. Первый раз здесь всё вот настолько чисто. Ёлки-палки. Ну всё, мужики, давайте. Да я тоже домой. Раз все это. Чё, Георгий. Чё? Чё? Чё, город. Всё, Гасан, давайте. Я жду. Давайте. Всё. Да я по-своему. Всё, мужики, с Богом. А? Домой. Я понял. Чё, всё. Давайте мы с тобой чуть проедем, ну. Всё, отбой. Мужики, всем пока. И вам, и тем, кто смотрит. Всё. Let's go. Мужики, я вам так скажу. Мало того, что эта цепь пережила просто сейчас, ну сколько? Часа, наверное, 3-4 катания. Ей вообще пофигу, абсолютно. Ну вот. Так она вот ещё в порядке, я на ней доехал до дома. Офигеть. Интерлок. Чё ещё сказать? Ну-ка, я сейчас... Вот он, вот он. Раз, всё, и мы его починили, считай. Всё, офигеть, цепь готова. Ладно, мужики, всем. Всем всего самого хорошего. Я домой.